Здравствуйте, дамы! Значит, мужички, мужчины. Мужчины, убийцы, звери, тигры, мои любимые, все, которые ищи, вот эти, ребята. Дайте дамами посидеть. Можно я с девчонками потусуюсь немножко здесь? Наверное, вам это неинтересно будет. Идите, идите отсюда. Я умерла и попала в школу ангелов и демонов. Ёб твою мать, это вот два мужика. Я вот за этого буду играть, справа который, пиздатенький. Давайте сразу обозначим ситуацию. Вот этот длинноволосый хуесос мне не интересен. Вот этот классный, крутой мужик. У него татуировки, смотри, какие, блядь, вообще демоны. Мужчина, это мой. Ты за девушку играешь. А, я играю за женщину? Я вот за неё играю, похоже на мою бывшую. Рита её звали. Ох, блядь, с ней отношения были. Ёб твою мать, чё творилось? Ну их нахуй. А можно оставить только мужиков? Открыть. Соблазн нарушить небесные правила звучит как план. Маргарита! Не, давай нормально, я с уважением, с большой буквы, блядь. Подожди, ты будешь не Маргарита, нихуя. А ты будешь Риткой её. Ритка-пипитка, Ритулька, Ритусик, Ритузы. Ритузы. Боже, тихо, нет, уважай женщину. Уважай её, она дала тебе много. Она разрушила твою жизнь. Она расхуярила твоё ментальное сознание, центральную нервную систему, деньги. Она много что сделала в твоей жизни. Она уничтожила тебя, ты родился заново после неё, и поэтому она просто Рита. Я выгляжу? Нормально ты выглядишь. Хочу посмотреть дополнительные наряды. Она любила одеваться, блядь, я помню, мы с ней, сука, два часа одну какую-то полушубёнку выбирали. Пол жизни, блядь, прошло, пока мы мы эту полушубку выбрали ей. Без скромности. У-ху! Она, короче, подохла. Да бог, да бог ей здоровья, чтобы жила долгих лет жизни. Надеюсь, с ней ещё встретимся, и я покажу, кто я на самом деле. Убийца. Лев. Игорь. Это Рита умерла. Увы. Где я? Она так же заходила в торговый центр. Где я? Шубы. Похоже. Я просто сплю. Недалёкая. Сразу понятно. Подохла и даже не осознаёт, что умерла. Недалёкая. Мозгов не очень много было. Надо с уважением к ней относиться. За спиной простирается лес с огромными деревьями. Ветки у них были ведьеватые и уходили до бескрайнего неба. Надо же, это её мысли, да? Действуй, сказал голос. Я поняла, что если не послушаюсь его, если останусь стоять, случится что-то очень страшное. Вот я ей тоже так говорил, что если ты, сука, так и будешь стоять на кухне и нихуя не делать, ты не приготовишь мне сейчас еду. Случится, я тебе сказал, что-то страшное. Повторял ей каждый раз. Действуй, я говорил, действуй. Сковородку, говорю, видишь? Действуй, говорю, Рита. Выбор, который ты сейчас сделаешь, подсказка. Нихуя, но для тупого. Одни выборы меняются же, это незначительно, но другие ведут к большим изменениям. Итак. И я пошла в лес. А пошла нахуй, нет такого? Прыгнула в пропасть. И камнем вниз. Прощай. Страх возобладал над всеми эмоциями. В отчаянной попытке спастись, руки попытались найти опору, словно можно было зацепиться за воздух. Я закрыла глаза, не в силах смотреть на приближающуюся смерть. И вдруг сзади что-то раскрылось, останавливая падение. Меня отшвырнуло вверх, и только когда-то я поняла, что шевелю чем-то. Серым веществом в своей голове ты наконец-то шевелишь. Наконец-то ты начала соображать. Крылья. Из горла вырвался истерический смешок. Больше ничего из-за его горла не вырвалось. Я там много оставил. Боже. Ну перестань. Ну хватит. Она была не так плоха. Ну, Григорий. Гриша, ты ужасный бывший. У каждого мужчины есть роковая. Это она. Браво. Прыгнуть в пропасть смелый поступок. Даже для того, кто думает, что это сон. А что-то у нее щекеры на этом. Ты посмотри на него. Он что, любит пожестче? Поздравляю с проходением теста. О, это что за убийца? Ну, он какой-то меланхоличный. Ну и вон нахрен. Цепочку-то нацепил. Ты где? Ты че? Ну, чмо-чмо. Ну ладно, иди отсюда. Что происходит? Подбираем тебе пару, не видишь? Я хочу узнать, что происходит. Про что отпустите меня? Меселина улыбнулась и по-матерински так провела пальцем по моей щеке. Господи, я сошла с ума. Или это действительно происходит? Сука, ты до сих пор не поняла, что ли? Флэшбэкнул только что. Я как будто говорил когда-то эти слова. Ты получишь власть, которая не снилась моему от... Бабусы. Как страшно оказаться для кого-то такой же бывшим. Так, а не надо такой быть. Не надо ломать жизни. Не надо обижать мужчин. Ждем тебя в костюме, Люцифера. Ты лучший. А где мне костюм Люцифера достать? Здрасте. Геральт хлопнул меня по спине. Блядь, такой... Чтоб она еще раз пизнулась туда вниз, она же улетала. Я закричала и тут же умолкла, испугавшись собственного крика. Энди сел передо мной на корточке, чтобы встретиться со мной взглядом. Мы все через это проходим. Отвали, ты уже мне не нравится, слышь ты? Послышал сорваный звук, а затем взмах. А что у нее, крылья произрастают? Что происходит с ней? Она выбрала бы себе пиздатеньки. Вот эти! Крылья дьявола! Я думала, бессмертные не знают, что такое боль. Пострадать будешь даже там! А знаешь почему? Потому что однажды ты встретила мужчину. Ты неправильно, ты все сделала неправильно. До школы тебя подбросит морской дракон. Слышь, фыр? Блять, все на машине, да на машине, блять. Сюда, сюда, если что, надо так, что надо было. Ой, Геральт подхватил меня за талию и усадил на фыра. А если я упаду? Держись, блять, руками своими, ну чей смогешь? Я начала плакать и сильная прижалась к дракону, будто искала в нем утешение. Я поняла, что скорблю по себе, по своей жизни. По Григорию Араевичу, которого я когда-то встретил. Сразу высылаю монетку на крылья и морковку для фыра. И сейчас кормить эту суку нужно к клячу. Я окончила университет живописи. Защитила диплом и ехала домой, чтобы поделиться, сказать папе. И чё? Отвлеклась, блять, за рулем. Она один раз меня под кирпич, блять, провезла. Ёбаный рот. Круговое движение. Кирпич. Вот здесь маясит, нельзя ехать. Эк, ты чё делаешь? Ебальничка, смотри. У меня было точно такое же лицо, блять, когда она под кирпич просто на легчайшем. А вот и школа. Опять школу, мам, я не хочу. Хогвартс. Давай, фыр, сюда. Пам-пам-пам, блять. Пам-пам-пам. От комнаты взяли? Из тиктока? Пам-пам-пам. Я хочу выбрать, где жить. Неземная комната. Простая. Нахуй сразу. Уютная неземная. Неземная дороже стоит? Неземная на пять дороже. На все бабки гуляем. Это шик, блеск и красота. На кровати, махая ногами, лежала девушка. Какая девушка? Стань с моей кровати, слышь ты. Я заплатил за неё. Она обернулась, услышу шум. И повернулась на бок, чтобы лучше нас разглядеть. Ё-бой. Это кто? Какая ляцаца. Ты моя новая соседка? А можно играть за неё? А можно? Я хочу... Можно создать... Можно, да? Можно? Можно, да? Всё. Нахуй мужиков. Здесь можно менять ориентацию? Какая хорошая игра. А почему мы раньше здесь не были, да? Всё верно. Выходи отсюда. Уходи. Уходи. Ты можешь сразу идти. Свободен. Свободен. Тебе предусловно, что твоя соседка оказалась я? Да я знаю. Некоторое время она смотрела на меня, потом развернулась и снова легла на кровать. Надо возлечь с ней. А можно её чаще показывать, эту женщину? Ты пока обустраиваешься. Ты пока иди нахуй отсюда. Уже выйди нахер из моей комнаты. Я Мими. Дочь демона Мамона. Она дочь демона. Нам нужна эта бобенция. Поскольку вы не признаны и ещё не определились, вам запрещено сближаться с одной сторон, как и с другой. Вообще ни с кем нельзя. Запретили. Давай тогда в демона меня перевоплощай. Я уже, у меня есть цель. Вам всё понятно? Да ясно всё. Ты как моя Кларпауна, блядь. Всё запрещает, запрещает, запрещает. И всем на неё было просто похую. А теперь к водовороту. Чё, прыгнуть надо будет? Да, опять. Я прыгну вообще без пизды, если что. Казалось, водоворот был бесконечным и уходил не на землю, а прямиком ватным и у меня пролетел парень. На мгновение мы встретились взглядом. О-о-о-о-о. Сразу нахуй. Сразу иди. Ты можешь, ты просто мне не подходишь. Бай-бай. Бай-бай. Я начала замедляться. Поток воздуха заставлял меня перевернуться ногами вниз. И вскоре показалась земля. Приземление было мягким. Люди сновали туда-сюда. Что такое сновали? Я литературный гений, но я не знаю, что это. Бобосы. Бобосы. Сновали, шараёбились. Теперь понял. Ясно? Я вдохнула полной грудью, расправила руки и рассмеялась. Я жива. I'm lying. Задание. Мне нужно выполнить задание. Что там говорил ангел Фенцо? Как только ты коснешься земли, ты примешь образ чужого человека. Никто твои крылья не увидит, и пользоваться ими я тебе не советую. Итак, задание. Девчонка Вероника стоит перед выбором. Ей нужно пойти на экзамен, иначе её выгнят нахуй из университета. Он важен для её будущего. Но парень Вероники уезжает в другую страну. А к чему же ты подтолкнёшь её, Рита? К перспективному будущему? Или к мимолётной любви? Нахуй любовь. Но тут тоже выбор, да, не очевиден. Возможно, он уедет в другую страну, там станет шейхом, приедет за этой курицей и возьмёт её с собой. И тогда жизнь, ну как бы песенка спета. Жизнь удалась, она его дождалась, говорю уже стихами. Но, возможно, он поедет в другую страну, там типа пара недель, даже сперма, дальше сперматоксикоз, другая женщина, раз-два, чпок, всё, нет, ждать бессмысленно. Уехал и уехал, расстались и расстались, всё. Чё, провожать парня? Чё, сам не уедет? Может быть, ещё ему багаж довезти, помочь? Перспективное будущее. Вы выбрали сторону ангела. Чё я не выбирал, я просто, блядь, помог женщине. Забросил университет, меня говорят, это исключить. Ну ты курица, блядь, вот мозгов у тебя и так нет. Он даже уезжает. Вот смотри, очень важный момент. Он-то, мужик-то твой, да, тот, который, он ради своей мечты попиздовал в другой город, потому что, блядь, у него в голове-то, сука, не шестерёнки, а? И не пубертатные проблемки. Он знает, что ему нужно чё-то делать для своего будущего. Он чё поехал? Завоёвывать идти за мечтой, правильно? А ты чё? Я из-за любви всё бросила. Вот ты ничего не достигнешь, нахер ты ему такая нужна? Вот ты здесь устройся, у него там будущее. Без тебя! Женщина с успехом возбуждает гораздо больше, чем просто женщина с титями. Но женщина с титями... Она разревелась и закрыла лицо руками. Что мне делать? Пиздуй на экзамен. Знаешь, парни приходят и уходят. Мне в них счастье. Самое важное, что есть на свете, это люди, стоящие здесь. Сейчас. Салют, не фамилия! За семью. За семью. Да почему я в это играю? Да почему? А если парень действительно тебя любит, он вернётся, так ведь? Пиздёшь. Его, блядь. Какой парень? Кого любит? Боже. Он уехал там дальше? Сколько им лет? Университет. Это уже плюс восемнадцать. Да всё. Кто кого любит? Там одна любовь. Набухшая головка и одно ещё место. Всё. Какая любовь? Вернётся он. Никто не вернётся. Очнись, блядь. Не вернётся. Вот тут уже. Она понимает. Как у тебя всё просто, да? Опыт. Её лицо на мгновение исказило злоба. Исказило злоба. Внимание, злоба. Он не любит меня. К чему я должна унижаться перед ним? Ставить на кон своё будущее? Вот. Вот разговор. Сейчас Гриша нам всё объяснит за мужскую психологию и мужское поведение. За мужскую психологию и мужское поведение и женское заодно. Всё есть на пусть. Идите туда. Там всё есть. Из чего же ты стоишь? Экзамен наверняка уже начался уже. Дура, беги. Ах, да, иду, иду. Вероника Порывс, ты обменила меня? Спасибо за помощь. Пожалуйста. Я пойду к себе. Ещё увидимся. Да, мы пойдём к себе. У нас там мими. Не заблудишься? Да иди, отстань от меня. Первое время здесь сложно ориентироваться. Нормально всё. Первая дверь налево, направо. Я по запаху найду. По запаху секса. Там мими. Я. Можешь провести. Чего я справлюсь? Пошёл ты ещё деньги на него тратить. Боже мой. Выбор без выбора. До лекции оставалось ещё немножечко времени. Я решила прогуляться и вышла во двор. Где-то вдалеке лениво плыли облака. Под ними зизилась пропасть. На её дне бурлилась жизнь. Теперь мне недоступная. Изучаешь окрестности? Ты можешь отстать от меня? Слышь? Идеальный. Что ты здесь делаешь? Гуляю. Один. Я всегда один. Блядь. Ну и что мне теперь делать? У тебя нет друзей? Блядь. Что ещё он вообще попущ? Зачем нам такой парень? Он нам вообще не интересен. Фу, какой скучный. Нет. Может быть ты будешь моим другом? Почему? Да потому что ты скучный. Скучный. Как тебе в нашей школе? Нравится? Ну, такое себе. Если честно. Если меня будут окружать такие, как ты, то я, блядь, отсюда лучше исключаюсь. Мне нравится, не нравится. Пока рано говорить. Вообще, да не нравится мне у вас. Дина провёл кончиками пальцев по моим перьям. Снова вздрогнула. О, чё, перья, она чувствует через перья что-то? Чё, о чём здесь речь? Можно будет нормально по Джохан Поханса? Или мы сейчас будем перьями тут, это, двигаться? Секс есть в игре? Наконец-то по делу вопросы. Наконец-то он спросил по делу. О, чё? Пик фильма. Уф. Конечно. Спасибо.